здравствуйте друзья у нас вопрос был по поводу бизнесов которые занимаются уничтожением тараканов муравьев пчел крыс а вот всякого мышей света вот лучше знает она как человек такой ближе к строительство она лучше разбирается да значит давайте я начну потом свете слова передам значит дело в том что я бы разделил это все на две разные ситуации вот чисто ситуационно тот же самый дом в двух ситуациях ситуация 1 мы живем в доме и ситуация 2 дом подлежит продаже то есть он находится в процессе продаж когда дом продается там есть некие проц процедуры которые необходимо выполнить в частности запрашиваются вот репорты на то что там с этими насекомыми там с грызунами с тем всем какие работы должны быть проведены делается дисклозер то есть это должно сообщаться нового покупателя он должен думать брать не брать или может быть там поторговаться и так далее есть ситуация когда ты просто живешь в доме и вдруг например ты видишь что крысы бегают или ты слышишь что они бегают или ты ну как то или ты муравьев увидел или тараканов увидел или еще что то поэтому вот две такие ситуации есть то есть одна в которой человек сам инициативу проявляет чтобы что-то сделать а в другой ситуации он вынужден это сделать просто потому что вот дом перед переходит из рук в руки я свет когда говорил о том что ты большой специалист потому что ты у нас специалистом по переходу из рук в руки ну это совершенно то что ты рассказываешь это две разных это еще две разных ситуации правда но давай давай вот что значит вопрос на самом деле был вот какой человек думает о том может быть ему этим заняться и он спрашивает нужно ли лицензирование и может быть ты что-то подскажешь например о порядке цен вот сколько стоит например делать семи гейшин а сколько стоит там с крысами ну вот как это происходит есть подожди секунду это совершенно две разных лицензии да то есть одна вот где то что называешь семи гейшин ты для борьбы с термитами с термитами от дерева и в нормальной ситуации владельцы дома могут даже не заметить если так только у них не начнет проваливаться потолок или ступеньки они могут проект своих термитов ничего не знаю но когда они там продают и приходит инспектор и он говорит у вас тут термиты и вот вот это вот репорт который показывает какие термиты где термиты термит или это или это просто гнилое дерево и с картинками да а те которые занимаются мышами тараканами и муравьями это совершенно другой тип компании они термитами не занимаются другой лицензия другая лицензия абсолютно все другое но это очень на своей шкуре чувствуешь когда муравьи из всех щелей ползут а особенность когда жарко и они наводняют дом и буквально не успеешь оглянуться там они строят дороги и идут эшелонами прямо и уже руки опускают поисках воды или чем нашествие когда жарко да никто тут там где вода ну вот просто это как с кири муви они моментально заполняют а это страшное зрелище да или например паутина в летнее время это просто паутина то есть а с этим тоже борются да вот и на все нужно иметь лицензию то есть это две разных лицензии которые нужно ведь я ничего по поводу самих лицензий не знаю вот и знаю что лицензия нужно мне знаю что режиму на потому что не дали я там будка вчера мы делали термитную обработку дома и я там разговаривали с этим мужиками которые делали чтежой поговорим это мы твоим право делать по лицензии то есть даже простые работники не то чтобы спектже там кого по булит нет даже простые работники они должны метory цене то есть даже те которые по найму они получают вид на компания лицензии но они лицензированы они что-то имеют право делать например да вот вчера возник вопрос если были термиты да термиты они сжирают дерево да и получается какая труха от дерева ну вот если например хозяин еще до продажи заметил что там труха и взял выпилил этот кусок доски сам сам и поставил новый кусок доски вроде термитов нету можно не остались в остальной части это уже никто не знает который не видно а может быть доска нарушена ее прочность и торчит такой кусок вполне новенькой доски в то время как других местах совершенно там покрошенные куски доски так вот помимо того что делается полное вот оборачивание дома они еще делают они они очень интересно объясняют что например семи гейшин она убивает все живое что есть будет вот термитов не только термитов мышей крыс тараканов она убивает все ежесекундно то есть в тот момент когда не напускаю свой газ все живое все что было там причем не только на поверхности а внутри дереве тоже поскольку это газ то все погибает но когда сняли вот это вот покрышку вот это куда газ напускали покрытие то практически появление новых термитов ничего не мешает там казвы они же обычно там на полгода дают гарантию вот так вот он говорит чтобы практически так нам не бывает но он говорит что это не привитивная мера на это мера борьбы реактивную реактивная да а вот и тоже была привитивная мера то они делают такие уколы специальными такими шприцами под давлением делают химикатами конкретно поврежденное место термитная и тогда он не в земле вокруг этой в доме и земле зависит от того какие термиты значит и в течение там 6 недель погибает все термитное племя то есть она как-то разносится этим племенем они друг друга заражают и все гнездо их убивается и тут они дают гарантию на год а вот там есть еще другие термиты которые землю ползают и потом обратно ползают так вот эти термиты они например делают обработку они в бетоне или вокруг дома делают тоже такие уколы это тоже под давлением что-то завозят землю причем по периметру фундамента снаружи и изнутри то есть мало того что там то место где они нашли такой периметру дома чтобы был такой барьер то что эти термиты живут земле и они приползти да поэтому они вот такие вот вещи делать но это то что касается именно термитов вот такой порядок цен вот допустим чтобы сделать на дом в дом переходит из рук в руки вот сделать ему термитную пробовать размеров дома в первую очередь зависит от того два этажа или один дом этаж какой высоты какой площади если за когда приходит он делает аспектом тебе показывать все вот эти места и говорит это будет стоить только то или столько то инспектор саму цену говорится а он он делает тебе красиво оформленного присылает но в принципе цену сразу говорит порядок цен какой порядок цен я думаю что на разные типы термитов там общей сложности может быть от трех до шести тысяч баке то есть как бы объем есть вот но значит подожди я сначала скажу просто про самоработка а что касается муравьев пауков и крыс и так далее значит крысы-маши здесь не убивают и не травят то есть единственное что они делают вот эти инспектора не ходил не то что здесь есть они ходят и смотрят где есть отверстие через который может пролезть мышка или крыска ставят там крысловки мышеловки и значит сколько-то раз приходит это дело навещать причем было сколько раз они к нам приходили и тогда ничего они не поймали эти крысы и мыши страшно умные в общем не попадаются никогда а что касается муравьев и тараканов и прочие нечисти они их брызгают вот их они не жалеют бауков они все это дело опрыскивают вот и на самом деле у нас были очень большие проблемы с муравьями и это было просто катастрофа то есть ничего нельзя было сделать не продукт но вот после того как мы стали на этот сервис тематически то есть мы на обслуживание по чем обслуживание дорожает мы начинали она был 92 доллара за два месяца а теперь она уже что-то сто восемь долларов за два месяца через два месяца то есть она потихоньку дорожает грубо и 50 долларов в месяц вот теперь что касается как бизнеса много первых для того чтобы работать другом крупном бизнесе который уже раскручен у которого есть клиенты нужно как минимум владеть языком и иметь лицензию так я туда взяли как обычно у сотрудника вот но что касается самому стартовать бизнес я думаю что это не просто потому что есть раскрученные компании которые у всех на слуху и в эти большие компании все обращаются у них реклама есть когда идешь искать данные вот первое которое у нас было в Лос-Алдос я просто знала что есть вестерн экстреминатор я к ним обращалась а вот здесь просто по наследству нас перед нам передали вот соседи напротив спадали что к ним будет такой дядечка и передали нам по наследству но это тоже большая компания а вот а что касается частного бизнеса то я один раз имела опыт нам нужно было на даче тоже избавиться от муравьев потому что невозможно было просто вся ванная была в муравьев это была катастрофа просто и я стала кого-то искать и нам поскольку мы там мало бываем то нет смысла ставить на обслуживание и я стала искать на где-то на интернете и приходит какие-то люди совершенно непонятные вроде бы он обещает делать сервис а нас там нет он сделал сервис или не сделал сервис забрал деньги но в общем люди совершенно непонятные и поэтому вот так вот по без рекомендательности рекомендательных писем я бы не стало связано то есть берешь у соседей спрашивает просто соседей узнанно власть аренда че самому вот так с нуля расплатить бизнес у тебя знали были клиенты это на самом деле практически нереально но это бизнес задача выпадать эту задачу для раскрутки бизнеса то есть есть люди которые могут есть люди которые но и для того чтобы устроиться в компании нужно гладить полями нормальным языком чтобы пройти собеседование да и сказать что я вытравил таких тараканов и знаю вот такие средства есть простых людей просто человек вот он приехал ничего не умеет и могут ну идем будешь учиться вот тебе там обшигалках они были они знают название эти все дело в том что это же можно людей потравить и кого-то потравить там есть я не думаю что это лицензия очень сложная чтобы получить нужно сдать экзамен конечно что ты знаешь это прежде всего даже самого себя можно потравить и по незнанию то есть они ходят в масках они знают эти препараты а как же терминатора вы все знаете друзья эти называется экс-терминатор а не экс-терминатор но это еще у нас была очень смешная история нас не за помню я рассказывала и уже когда мы вселились наш дом я вдруг заметила что у нас из забора вылетают пчелы до осы там были не пчелы с мёдом с мёдом да да были пчелы и когда мы стали выяснять что случилось у нас соседский участок за забором он на полметра выше земли земля на полметра выше чем у нас и оказалось что у них там беседка находится под беседкой под полом землей полом у них там улей то есть улей на их территории под их беседкой а залетают и вылетают они через боковой выход на нашем участке причем это у него стартовая площадка выход из улья да да и это тетка говорит я ничего не знаю у меня нет никаких ос я ничего делать не буду и в общем делайте что хотите вот и мы имели головную боль с этими осами сражаться тоже потому что они вылетали сразу же не кусает кого-то я помню что мужик который я стал делать ресерча и там есть как бы разные службы и служба которая целиком достает веселье это стоит намного дороже они как бы сохраняют чего достает улей что потом с ним делать я не знаю мед хотите можем вам меду достать но во всяком случае это стоит намного дороже а вот эти экспериментуры пришли ничего вынимать будем я говорю нет в общем будем травить их к нападу всегда это тоже была история ни одного дня потому что законопатил это все и газу туда напустил они все равно жили и кто-то выживал и размножался там закончил с тем что открыли таки забор там такие улица то не требовал да у них под полом и в общем там уже забили так основательно что они уже вышли до и все кто тех не обрушилась в соседей потом уже на мой контракт так закрыл тыщик забил доска мал досками там бальтилином заложил да я понял а там еще фруктовые деревья росли немного но с них сыпалась там слива какая-то была это персика из них сыпалась эти пчелы там они вокруг они ползают раза толпами здесь же еще мы же все таки живем у нас у тропики да то здесь помимо всего есть еще ядовитые пауки например да куда эти экстреминаторы ядовит я кто нет то есть они по виду этой живности они определяют вообще стоит с этих я вот первый раз слышу про ядовитых пауков в аризоне я еще знаю нет у нас тоже есть и давидые булки вот но опять надо знать как они выглядят я внутри не знаю а вот когда есть паук они приходят я спрашиваю то есть люди люди на самом деле обладают определенной квалификацией не просто так конечно при переезде сюда тут другие насекомые по-другому они реагируют их другими средствами истребляют я думаю что парень который спрашивает он на самом деле очень много вопросов задает и есть когда вот мы отвечаем на вопросы то может быть половина вопроса под него о жизни в америке так вопрос который житейские там разные люди а вот о жизни в америке очень много спрашивает я думаю что он где-то может быть услышал и заинтересовался на предмет там последующие миграции лишь такое нет ну конечно слушайте все возможно просто может быть это не будет первой работы но это актуально если да если это актуально если те большие компании и вы представьте себе что на местности они должны у них есть целое хозяйство они каждый день куда-то ходит в какой-то дом все это дело с прыгает приходит они ненадолго можно так вот таких вот это потому что все это отдельно стоящие дома и у всех такие проблемы с учетом того что люди живут в таких домах как бы индивидуальных я думаю что тараканов и мышей травят и в больших домах тоже много квартир но вот это уже надо иметь бизнес по солиднее побольше а так если малый бизнес то как бы объектов для работы много осталось только значит заполучить бизнес и и делать его хорошо сидел цельситейшн то есть заходить стучать в каждую дверь и сказать а не хотите ли чтобы я вам поспорникал до другой стороны цвет ты предлагаешь какой то способ маркетирования может быть другие способы маркетирования и честное слово я бы в маркетирование не не шел сейчас то есть как конкретно получить бизнес но я думаю что мы общую картину нарисовали вот и мы пожелаем успехов тем кто хочет посвятие себя борьбу, борьбе за, так сказать, освобождение человечества в месте, где оно проживает. Вот мышей, тараканов, крыс, пауков. И муравьев, которые заползают буквально в постель. Тарантулов под Боризонье там проблема. Во Флориде там есть места, где просто, ну, я даже не знаю, что сказать. В общем, есть, есть живность, друзья. Еще не все перебили. Счастливо! Счастливо!